Книга «Открытым оком», 3-й том, вопрос 1170-й. Как вы оцениваете монастырь, который описывается в романе Виктора Гюго «Отверженные» в первом томе? Ответ Игнатия Тихоныча Лапкина. Когда говорят, что что-то идеализируют, то этим подчеркивают то, что было вначале задумано без коррективы на действительность. Еще до обращения к Богу по Евангелию я перечитывал несколько раз эту главу. От нее веяло какой-то умиротворенностью и затхлостью. То есть к этому нужно было бы стремиться, если бы на землю не принес Христос Евангелие. Тут все нужно рассматривать только под этим углом. Повторяю, что монашество, монастыри, не имеют ни малейшего обоснования на страницах Нового Завета. Нет об этом не полслова, а как раз совсем наоборот. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Монастыри стали на пути благовестия. Они практически послужили торжеству атеизма. Не распространяя свет Евангелия, они выпистывали кромешную тьму в России. О монастырях, как о Карфагене, нужно криком кричать, что они должны быть разрушены. Даже представить страшно, какая была силища, 1270 монастырей в России перед революцией и ни одного проповедника. Почему тогда никто не услышал будущего мученика, отца Григория Петрова, настоящего героя веры? Если бы каждый монастырь выставил хотя бы 20 или 30 благовестников и направил бы их в массы народные, то революция никогда бы не состоялась. Народовольцы, передвижники шли в массы, в деревню, к народу. А те, кто призван всей жизнью следовать за Христом, под видом благочестия скрылись за неприступными стенами от народа. Российская катастрофа не имеет по величине своих аналогов в мировой истории. 900 лет учили, как будто вели куда-то. Описывали красивые богослужения, колокольные звоны и шмелевские трапезы. А на поверку оказался сказочный пшик, как от подковы купца, взявшегося за не свое дело быть кузнецом. В монастырских стенах нужно расположить приюты для больных, престарелых, служителей господних, а также школы благочестия для молодежи. Прием в монашество полностью прекратить и все это соборно утвердить. Все направить на дело проповеди, чтобы люди знали Христа, полюбили Его. Для оправдания монашества ссылаются на слова Христа. Евангелие от Матфея, 19 глава, 12 стих. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Спрашивал я неоднократно монашествующих, где здесь конкретно сказано, что должны быть монастыри, что нужно собраться вместе, составить устав, дать обед безбрачия, построить высокую стену и жить за ней, ожидая, когда, быть может, падет жребий на тебя быть епископом. Христос говорит о том, что если у тебя есть дар быть одному, неженатому или незамужней, то воспользуйся этим. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 32 стих. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. И здесь нет даже малейшего намека на организацию монастырей. Есть еще одно место, якобы подтверждающее монашество. Откровение, 14 глава, 4 стих. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. По таким вопросам, думаю, Христос вообще и не нужен, не апостолы. Так привыкли и никогда никому не покоряться, чтобы вылезти из этого и пойти в мир, исполнять прямое повеление Божие. У католиков, по описанию Виктора Гюго, то же самое отношение к монастырям, что и у православных. Уйти от мира, скрыться, упражняясь послушании и молитве. Эти качества ценны в любой обстановке, но наиболее ценно послушание Христу и Слову Божию.